Можно ли облагородить власть мудростью? Когда Аристотель, одного из величайших мыслителей Древней Греции, вынудили покинуть Афины, он поступил на службу к царю Македонии и обучал юного Александра, в значительной мере сформировав образ мыслей будущего завоевателя. В 330 году до н.э. Александр Македонский, уже властвовавший над огромными пространствами античного мира, получил письмо «Во многих странах ты показал себя великим полководцем, но теперь настало время подумать о соблюдении законов и строительстве их городов», – говорилось в письме. Автором этих строк был самый авторитетный мыслитель Древней Греции – Аристотель. Он тактично, но недвусмысленно советовал Александру прекратить военные походы и заняться мирным развитием своей империи. Только так он сможет обрести вечную славу. Помни, что время властно над всем. Оно изничтожает деяния, рушит творения, изглаживает память, за исключением того, что останется высеченным в сердцах людей любовью, и что они будут передавать из поколения в поколение. Аристотель хотел убедить Александра Македонского, что тот завоевал уже достаточно стран. Наверное, философ был единственным человеком в окружении царя, обладавшим необходимым для этого влиянием. Летописты в течение столетий с восхищением писали об Александре и Аристотеле. Властелин и мыслитель. Покоритель мира и покоритель знаний. Один стремился к власти, а другой указывал путь к ней. Бесспорно одно, Аристотель добился выдающихся успехов почти во всех сферах знаний. В теории государства и поэтике, в логике и медицине, биологии и этике, риторике и психологии, физике, химии и астрономии. И всеми своими знаниями делился с юным Александром, которого он обучал три года, заботясь о его духовном развитии. Связь между философом и македонским двором возникла еще в то время, когда сам Аристотель был ребенком. Он родился в 384 году до нашей эры в знатной семье в небольшом, но богатом городе Стагир. Жители Стагира, расположенного на полуострове Халкидики в северной Греции, поддерживали тесные связи с соседней Македонией. Отец Аристотеля даже служил там придворным врачом. Вероятно, он брал сына с собой во время поезда к Македонию. Родители постарались дать сыну лучшее образование. В 17 лет он переезжает в Афину и поступает на учебу в Академию философа Платона. Самое известное учебное заведение Средиземного моря, по сути, первый европейский университет. Возле рощи, названной в честь мифического героя Академа, были построены читальный зал и библиотека, а также аудитории для докладов, столовые и жилые комнаты. Обучение в Академии было бесплатным. Платон содержал ее на свои средства. О сути вещей люди задумывались задолго до Платона и его учеников. Они стремились понять, как устроена Вселенная, Земля и жизнь на ней. Пытались найти принципы, которым подчиняются явления в мире, искали первопричины природных феноменов. Их любознательность была столь велика, что они задумывались даже о самом мышлении и о том, каким образом человек познает мир. Однако Платон превзошел всех прежних философов глубиной мыслей и силой своих аргументов. Для Платона очевидно, достоверное познание возможно только через размышления. А тот мир, который мы воспринимаем нашими органами чувств, непостоянен и поэтому обманчив. Человеческое восприятие всего лишь отпечаток чего-то истинного, вечного, того, что Платон назвал идеями. А эти идеи человек способен распознать лишь благодаря разуму. Для перевода разума из чувственной сферы в духовную Платон заставляет своих учеников усердно заниматься арифметикой, изучать правила геометрии и грамматики. Аристотель, прилежнее других, штудирует трактаты и записи лекции, всегда готов вступить в дискуссию, чтобы отстоять свою точку зрения. Кроме того, он довольно резко критикует учения самого Платона. Аристотель полагает, что слепая вера в разум это пустая блажь. Но разве может человек просто закрыть глаза и вообразить себе, что устроен окружающий мир? Как устроен? По Аристотелю реально прежде всего то, что можно увидеть, попробовать на вкус, пощупать, понюхать и услышать. В отличие от Платона, он полагает, что действительность не обманывает нас, что физические предметы и феномены существуют на самом деле, а не как отражение идей. Аристотель не хочет блуждать в дебрях мифологии, ему не нужен чистый духовный взгляд, в котором переплетаются реальность и воображение, истина и видимость. Он хочет в буквальном смысле слова прикоснуться к бытию. Для Аристотеля основой познания является наблюдение за миром. Только восприятие может положить, порождать мысли. Конечно, многих в Академии раздражает этот дерзкий юноша, который к тому же всячески стремится подчеркивать свою необычность, облачаясь в причудливые наряды и украшая пальцы кольцами. Однако Платон в восторге от талантов своего ученика и проявляет к нему снисходительность. Через несколько лет обучения он позволяет Аристотелю преподавать в Академии и публиковать свои работы. Но когда в 347 году до н.э. Платон умирает, Аристотелю приходится спасаться бегством, потому что в то время в Афинах считались врагами всех, кто имел связи с ненавистной Македонией. Поскольку отец Аристотеля служил при Македонском дворе, лучший ученик Платона сразу попадает в число неблагонадежных, и ему приходится искать убежище сначала в Малой Азии, а затем в родном Стагире. Именно там, в 343 году до н.э. Аристотель получает выгодные предложения. Царь Македонии Филипп II, наслышанный от таланта греческого философа, просит его заняться воспитанием престола наследника, 13-летнего Александра. Правители Македонии стараются получить такое же образование, которое получают греческие аристократы. Поэтому уже несколько десятилетий македонские монархи приглашают к своему двору деятелей искусств и мыслителей из Греции, стремятся окружать себя греческими скульптурами и фресками, наслаждаются греческой музыкой, поэзией и риторикой, и осваивают оттический диалект греческого языка, который считается самым аристократичным. Нет ничего удивительного в том, что македонский царь остановил свой выбор на Аристотеле. У философа прекрасная репутация, к тому же он относится к македонцам не так высокомерно, как некоторые другие его коллеги, которые считают соседей примитивными варварами. Аристотелю это предложение так же, как нельзя кстати. Он убежден, что философ должен не только наблюдать и думать, но и быть примером для людей, и по мере сил влиять на развитие общества. А где для этого больше возможностей, чем при дворе царя? Тем более в качестве учителя Александра, будущего правителя. И вместе со своим монаршем-подопечным, 41-летний Аристотель отправляется в Меезу, небольшой городок в 40 километрах к югу от македонской столицы, Пеллы. Там в школе, открытой в храме, посвященном нимфам, женским божествам, обитающим в ручьях и лесах и полях, обучаются знатные македонские юноши. Из зала на высоком плато, взору Александра, открывается вид на окрестные холмы и сады. Уединенное место, далекое от придворной суеты. Идеальное условие, чтобы набираться знаний и постигать мир. И вот под сенью деревьев и колоннад македонский царевич вместе с другими мальчиками из благородных семей слушает руки ученого. До нас не дошли имена этих учеников, но можно с высокой степенью вероятности предположить, что среди них были те, кто потом сопровождал Александра в его восточных походах. В том числе Филоксен, ставший военным казначеем Александра, будущий правитель Египта и основатель знаменитой Александрийской библиотеки Птоломей, а также Гефестион, любимый друг Александра. Александр вместе с однокашниками обсуждает драмы великих греческих трагиков Софокла, Эсхила, Еврипида и изучает устройство мира. По тогдашним представлениям греков он состоит из внутреннего мира, вокруг которого расположены три части света Европа, Азия и Африка, которую греки называют Ливией. На западе это внутреннее море соединяется с внешним морем, гигантским океаном, омывающим все населенные людьми земли. О том, где находятся восточные пределы мира, греческие географы могут только догадываться. По их предположениям, с гор Гендукуша можно увидеть внешний океан. Но такие уроки только часть воспитания по Аристотелю. Самое главное для него привить ученикам добродетельное поведение. Перед отпрысками благородных семейств Македонии Аристотель воспевает дружбу. «Двум совокупно идти», цитирует он Илиаду, созданную Гомером за несколько столетий до рождения Александра. Илиада оказывала огромное влияние на людей того времени. По этой книге учились тому, что такое дружба и ненависть, хитрость и несправедливость, честь и отвага. Всегда быть лучшим, превосходить других. Эта мысль в разных вариациях проходит через все сюжеты Илиады. На этих же принципах воспитывает своих учеников Аристотель. Главным качеством человека он считает целеустремленность. Тот, кто проявит больше настойчивости в достижении своих целей. Кто сможет реализовать все свои способности, тот и будет лучше и счастливее. Аристотель показывает царевичу Александру, что герои Илиады целиком и полностью воплощают этот идеал неутомимого стремления к цели. На примере истории о троянцах и греках он демонстрирует, как надо взвешивать мысли, принимать решения и действовать. Александр усвоит эти уроки, но в качестве кумира из Илиады он выберет себе героя, которого Аристотель отнюдь не считал верхом совершенства – Ахилла. Ахилл – царский сын из Фессалии, что на севере Греции, был любимцем богов. Так описывает его Гомер. Александр – красивый и хитроумный, невероятно сильный и практически неуязвимый. Люди боятся его неистового гнева и жестокости. Вместе с тем Ахилл полон благородства. Потрясенный, он оплакивает смерть своего друга Патрокла, проявляет доброту и великодушие. Александр хочет быть таким, как Ахилл – богом среди людей, человеком среди богов. Аристотель же считает Ахилла неуравновешенным, необузданным, поскольку тот надругался над трупом своего врага Гектора. Это была не случайная выходка, а слабость характера, ибо добродетель, как учит Аристотель, означает соблюдение меры во всем. Благородный муж, заслуживающий великой судьбы, должен обладать наилучшими качествами. Такой человек будет соблюдать меру по отношению к богатству, власти, к любым удачам и бедам. Он не будет слишком сильно радоваться в хорошие времена и не будет слишком печалиться в плохие. Аристотель крайне кратко и емко формулирует 12 добродетелей, которые каждый должен вырабатывать в себе, тренируя их как мускулы. Общим для всех этих добродетелей является то, что они представляют собой середину между двумя крайностями. Найти эту середину – главная этическая задача человека. Кто недостаточно дружелюбен, становится сверливым. Кто слишком дружелюбен, становится льстецом. Смелость может выродиться в трусость или безрассудство. Искренность – в хвостовство или ироничность. В великодушие – в расточительность или скупость. К идеалам умеренности должно стремиться и государство. Иначе благородная монархия может переродиться в тиранию. Аристократия – в олигархию, а демократия – в беззаконию. Поскольку цель одного человека – это цель общества и наоборот. В идеальном государстве воспитание не должно быть частным делом. Правительство должно направлять его в нужное русло, издавая соответствующие законы. А обучение должно быть гармоничным. В полном соответствии с идеей Аристотеля о гармоничности воспитания царевич Александр учился не только у великого философа, но и у других наставников. С раннего детства его воспитателем был Леонид – строгий, придирчивый, жадный. Входили слухи, что Леонид рылся в вещах Александра, чтобы убедиться в том, что царевич ничего не прячет от него. Леонид планировал распорядок дня своего воспитанника и отводил к другим ученикам, которые обучали мальчика музицированию, чтению, письму и геометрию. Когда Александр подрос, он начал состязаться с товарищами в борьбе, беге, кулачном бое и верховой езде. «Однажды фессалийский торговец лошадьми привел к его отцу черного, как смоль коня, такого дикого, что никто не мог его объездить. Он становился на дыбы, как только к нему приближался человек», – пишет летописец Плутарх. Коня хотели было уже увезти, как вдруг юный царевич, схватив строптивца за уздечку, развернул его голову к солнцу, Александр сразу подметил, что конь начинает метаться, когда видит свою тень. Он погладил коня ласково, поговорил с ним, и вот уже, оседлав его, несется вскачь под восхищенные возгласы придворных. Вороной конь получил имя Буцефал, бычьи головы, и стал верным спутником Александра на охоте и в военных походах. Вместе со своими учителями Александр часто охотился на горных склонах Македонии. Для его земляков охота – традиционный образ, способ показать свою силу. Только тот, кто добыл на охоте кабана и в равной схватке убил человека, считается у македонян настоящим мужчиной и может участвовать в пиршестве. Македонские мужчины и юноши пируют по самым разным поводам, например, после той же охоты. Мальчикам тоже разрешают присутствовать на этих праздниках – слушать, учиться, смотреть. Пирующие, которых развлекают шуты, артисты и музыканты, возлежат на кушетках, перед ними на низких столиках расставлены явства и кубки с неразбавленным красным вином. Македонский мужчина должен сохранять ясность ума, даже выпив много вина, поэтому кандидатов на многие важные посты обязательно проверяют на стойкость к алкоголю. Состязания атлетов, охота, хмельницкие пиры – все это отнюдь не чуждо Аристотелю, но и в развлечениях для него важна мера. К примеру, тот, кто без конца тренируется, конечно, станет атлетом, но рискует превратиться в дикого зверя. Мудрому Аристотелю нелегко дается обучение наследника Македонского престола и его знатных друзей. «Молодые люди полностью отдаются своим переменчивым настроениям», – пишет он. «В отличие от взрослых, они уверены, что уже все знают». Тем не менее, Александр на уроках выделяется острым умом. Однажды, когда Аристотель решил выяснить у своих родовитых учеников, на какую милость с их стороны он может рассчитывать, когда те придут к власти, один из юношей ответил, что позволит своему учителю обедать за его столом, а другой пообещал сделать его казначеем. Александр же ответил, «Как ты можешь задавать вопросы о будущем? Я дам тебе ответ, когда придет тому время». Впрочем, Аристотель наверняка обсуждал с учениками и более сложные проблемы. Само по себе мышление он считал искусством, которому нужно сначала научиться. Никто до него не размышлял столь подробно о вопросе, который сегодня лежит в основе любого научного исследования, как происходит процесс познания. Аристотель ввел понятие, которое до сих пор в ходу. Гипотезы, доказательства, эмперика, теория. Кроме того, он создал новую науку, формальную логику, систематизировав логические выводы и отделив истинные от ложных. Вот простой пример логического вывода с большой посылкой, малой посылкой заключения. Если все Б являются С, например, все собаки являются животными, а все А являются Б, все пудели – собаки, то все А являются С, все пудели – животные. Юному Александру все эти правила могут показаться скучными, но Аристотель умеет общаться с учеником по-отечески и с юмором, а царевич просто обожает своего учителя. Во всяком случае, спустя 400 лет, лесописец Плутарх утверждал, по собственным словам Александра, он любил учителя не меньше, чем отца, говоря, что отцу он обязан тем, что живет, а Аристотелю тем, что живет достойно. Аристотеля интересует буквально все. От жизненного цикла «каракатица» и особенно смены зубов у собак, до вопросов мироздания. Он приходит к выводу, что наша планета, по всей вероятности, является шаром и строит предположения о причинах землетрясений и гроз. Свои знания он преподносит Александру и другим воспитанникам преимущественно в устной форме, лишь иногда чертя что-то палочкой на песке или на доске открытым воском. Папирус и чернила слишком дороги. Их используют только при составлении важных документов и записи философских прудов. Время от времени Аристотель и Александр бродят по тропам в окрестностях школы. Во время этих прогулок учитель объясняет ученику, как называются растения и животные. Кто оставил следы на земле, предсказывает погоду. Он вообще любит систематизировать все, что предлагает ему природа. Недаром позднее один из римских историков, Евсевий Кесарийский, назовет Аристотеля секретарем природы, который макает свое перо в разум. Аристотель каталогизирует законы 158 греческих полюсов, составляет список всех победителей Олимпийских игр, описывает содержание 1580 трагедий и 970 комедий. Кроме того, он перечисляет 581 вид животных, зачатую с указанием места обитания, классифицируя их по четким признакам. Аристотель считает, что у всех живых сознаний есть душа, в том числе и у растений. Впрочем, у растений есть только вегетативная часть души, которая обеспечивает пропитание и рост. У животных к этой части души добавляется целеустремленная часть, благодаря которой они могут передвигаться. Но только лишь люди обладают разумной частью души, полагают ученые, и лишь они способны говорить и мыслить. Кроме того, Аристотель задумывается о таких основополагающих феноменах, как время и пространство, бесконечность и движение. Он пытается объяснить суть вещей научными методами, за что по праву считается прообразцем современного исследователя. Три года философ преподает Александру. Три года они регулярно встречаются в Миецкой школе. Но потом у юношей не остается времени на учебу. В 340 году до н.э. 16-летнему Александру приходится временно взять на себя управление Македонией вместо отца, который со своим войском отправился на войну. Сам Аристотель в этом возрасте только начал поражать людей своей жаждой знаний. Александр, преисполненный неутомимого стремления к чему-то большему, тоже хочет быть лучшим во всем. Может быть, страсть Аристотеля к познанию оказала на юного Александра гораздо больше влияния, чем на все абстрактные этические, политические и логические теории. Во время походов в Азию великий полководец будет не только расширять границы своей империи, он будет стремиться раздвинуть и границы знания. Покорение мира, как это сформулировал бы современный историк, становится для Александра исследованием мира. В его войско входит отряд шагомеров, которые точно определяют все расстояния в разорастающейся империи. В Вавилоне полководец приказывает создать географический центр, в котором ученые обмениваются своими познаниями. Одна из флотилий Александра обследует Каспийское море, другая – Персидский залив. Покоритель мира снаряжает множество экспедиций, например, на поиски истоков Нила. На остове сведений, добытых Александром, Аристотель напишет новые труды, в том числе о подъеме воды в Ниле. В этом трактате он подробно объясняет феномен, издавна казавшийся неразрешимой загадкой. Оказывается, Нил, в отличие от других рек, разливается летом, потому что во время жарких месяцев в его верховьях идут сильные дожди. Во время военных походов Александра инженеры будут испытывать новые системы орошения, а его наместники в дальних странах будут экспериментировать с европейскими растениями и отправлять Аристотелю экзотические образцы местной растительности, животного мира и минералов, чтобы тот мог более полно систематизировать природу. Однажды Александр повелел отправить Аристотелю индийских слонов, принадлежащих персидскому царю. Аристотель наблюдал за образом жизни этих животных, изучал строение их тел и, в числе прочего, установил, что хобот является удлиненным носом. Посланцы Александра вели слонов сначала по персидским дорогам через Месопотамию, потом по старой военной тропе вдоль побережья Малой Азии, затем погрузили их на корабли, которые доставили слонов через Игейское море в Перей. Портовый пригород Афин. Аристотель к тому времени вновь поселился в этом греческом полюсе. Он вернулся в Афин и вскоре после того, как Александр взошел на трон, поскольку после смерти Филиппа II там улеглись антимакедонские настроения. Аристотель не является гражданином Афин и не имеет права владеть землей в городе, но активно занимается преподаванием, читает открытые лекции и строит огромную библиотеку при финансовой поддержке одного из влиятельных горожан. Все это время он неустанно трудится, переписывает старые рукописи, ищет ошибки в рассуждениях других ученых и собирает информацию с помощью многочисленных помощников. Его труды кажутся суховатыми, зато отличаются тщательнейшим разбором изучаемых вопросов. Четкость понятий и точность при описании сложных материй для него важнее, чем стилистические изыски. Александр и Аристотель продолжают общаться, хотя теперь их разделяют тысячи километров. Философ по-прежнему дает царю советы и зачастую представляет его интересы в Греции. Кроме того, он по-прежнему старается опекать и поддерживать своего возрастевшего воспитанника. Специально для царя он пишет несколько коротких трактатов, среди которых о царстве, о колониях, похвала богатству. Это своеобразные инструкции по правильному и разумному с точки зрения Аристотеля правлению. К сожалению, эти работы не сохранились. Аристотель и ученик обмениваются письмами, в которых откровенно высказываются на любые темы. Так, Александр критикует своего наставника за то, что тот в своих публикациях обнародовал учения, предназначенные исключительно для устного преподавания, делая их доступными не только узкому кругу посвященных. Аристотель же, в свою очередь, советует своему воспитаннику небезличной заинтересованности относиться к грекам, как к друзьям и родственникам. Впрочем, ко всем остальным варварам Александр волен относиться, как к животным или растениям. В своей афинской школе Аристотель внимательно следит за всем, что делает Александр в дальних странах. Но когда в 323 году до н.э. Александр умирает, для Аристотеля вновь становится небезопасным оставаться в Афинах. Поэтому старый и больной философ переезжает на остров Эвбея. Последние месяцы жизни он проводит именно там, в своем семейном поместье. Аристотель умер в октябре 322 года до н.э. Один из античных авторов писал, что 62-летний философ собрал вокруг себя своих учеников и выпил яд. Другие утверждали, что великий ученый с горя бросился в море, отчаявшись установить причину возникновения одного из морских течений. Эти легенды подтверждают, что философ даже в смертный час продолжал размышлять и экспериментировать. На самом деле он умер гораздо прозаичнее, скорее всего, от болезни желудка. Связь Аристотеля с македонским царской фамилией не прервалась и после его смерти. Исполнителем завещания философа стал близкий товарищ Александр и его наместник в Македонии Антипатор. Аристотель оставил после себя огромное наследство. Дома, рабов, деньги, свитки, рукописи, научные инструменты и около 200 сочинений, из которых до наших дней сохранилось примерно 50. Это настоящий кладезь мудрости, главного гения античного мира. В отличие от трудов большинства древнегреческих философов, эти тексты оставались актуальными на протяжении столетий. Их изучали не только сами греки, но и римляне и арабы. В средние века идеи Аристотеля распространяли христиане схоласты. Популярность схоластики в первых европейских университетах привела к тому, что Аристотель стал основоположником практически всех наук в Старом Свете. Вплоть до Нового Времени многие его постулаты оставались незыбленными. Идея Аристотеля о мире, в котором люди будут больше доверять своим чувствам и опыту, чьи, чем теориям и гипотезам чистое мышление завоевали все больше сторонников. Только с помощью кропотливых наблюдений можно изучать природные закономерности. Эта концепция Аристотеля сделала его одним из главных наследителей в европейской истории. Его считают первым исследователем в современном смысле этого слова, то есть ученым, способным разделять веру в чудеса и рациональное познание мира. Труды Аристотеля – важная часть духовного фундамента, на котором зиждется вся наша современная наука. Однако для Александра Македонского авторитет Аристотеля не был безграничным. Бывший ученик проигнорировал предостережения, содержавшиеся в письме, которое он получил от своего ментора в 330 году до н.э. Молодой царь отказался соблюсти меру, как того требовал Аристотель, и не вернулся в Македонию. Чтобы спокойно и мудро управлять своей державой, привести ее к процветанию. Подобно Ахиллу, он постарался завоевать мир. Текст подготовлен Бертрамом Вайсом, публикуется в журнале Гео в ноябре 2014 года. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии.